друзья мы идем покушать рыбки в очень непростом таком нетривиальном месте это их собственный трачок от нетривиального места я сейчас так вот наведу сюда вы заодно увидите и адрес и веб-сайт и все что так к этому делу положено это городок видите мост лендинг и мы здесь находимся виктор что там нам вот хозяин как бы итальянский а я более точно даже сказать сицилианский или они не только как бы друг друга те которые попроще они вот рыбку ловят там это же остров как бы рыбку ловит там греческая культура вот этого всего и самый вкусный из них вот то что изображено это чеопина довольно остренький такой супчик вот у нас такая такое месиво варят вывеска смотрите типа там три пискаря до набрасывают кучу всякой рыбы и всякой морской твари так и это многие считают вкусные это не то же самое что по-французски мы бы скажешь это какой-нибудь суп мара этом она когда все набрасывает именно сицилийское блюдо понял ну что ж я в сан-франциско еще один раз друзья будете в наших краях вы видите куда мы идем тут бываете на очередь нарвешься здесь можно заказать если что забронировать по моему нет по моему не знаем первый первый съел ну что же вот мы и пришли вход покажи ушах где вход какой а вот этот вход канаты да я вот лодка сети вот вот этим круглые штуки так они ловят крабов да это для детворы а народу до физичном и очередь стоит я находимся внизу внизу внутри и там у нас очереденка мы видим как она идет виктор вот эти рыбы которые здесь они являются предметом употребления или они для антуража вот конкретно эти я думаю для употребления но я не видел что никогда не брал видно место куда взяли а вот эти я сам покупал копченая рыба можно купить кусочек копченый можно купить 20 долларов за пункт но это не дорого вот 20 ушки 20 долларов за пункт всякие вот такие устрицы это просто от них остатки уже от устриц вот самих что тут есть уже как бы кто-то съел а вот я смотрю у нас тут да вот эти красавцы ой ты красавцы какой-то учитывая что место абсолютно заброшенное богом забытое и в общем слушай вообще тут недешево вот я смотрю вот например хотя халимат конечно очень классная рыба но 27 долларов здесь дорого ребят здесь дорого то есть есть места где рыбка будет не хуже но намного дешевле 7 долларов под эти ракушки да здесь сегодняшний гулок да вот он так раз на ходу и тюк 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 вот тут друзья меню когда люди подходят кайфе то есть они нас и из этого меню чего-нибудь там выбрать что-нибудь а вот где написано хаус пешил они все укину фэма выставил а где это есть где написано фиш флэнер сверху да под ним написано хаус пешил а потом идут черный мелко написано сэндвичи флэнтер так под ним да там где хаус пешил под ним написано чел пино да гоу или чел пино фэмили стайл вижу 22 доллара да под ним 48.95 да это ведро что ли это в четвером мы с ней смогли съесть вот а тут друзья у нас видите сувениры то есть это место свои маечки делает вот вы можете ходить в маечке все будут знать что вы здесь были и скушали что-нибудь Виктор с точки зрения вот такое чисто денежное это дорогое место средненькое дешевое как вы оцените оно более дорогое я бы сказал очень своеобразное потому что здесь это не город это сам краю всего да и казалось бы с какой стати да и оно оказывается по цене как приличном ресторане и еще надо вот эту всю очередь отстаивать на час то есть это цена приличного ресторана тут даже нет ну а ведь официантки тут как бы не совсем настоящие тебе как бы ну тебе в общем приносят но не обслуживают по-настоящему а чаевые дают тут? ну чаевые все ксюду дают да это место знаменито именно своей свежей рыбой и оно этим как бы пользуется то есть грубо говоря это место знаменитое это знаменитое место то есть не случайно посреди это не случайно посреди абсолютно нового да вдруг у нас столько народов ну как ты видел это место рядом с гаванью куда приходят суда но именно это не город сюда приходят кораблики да сгружают свою рыбу и через там не знаю час она оказывается прямо здесь в этом как бы радость значит как в песне в нашу гавань заходили корабли да корабли ты же снимал корабли да там довольно большие корабли там не все такие крупные да там приличные да а задняя часть вот этого места она вообще выходит вот если вот за эту загородку посмотреть там просто песок начинает а пойдем глянем да местный хозяин повесил карту мира повесил карту Америки и повесил карту Калифорнии так и вот тут и сбоку лежат гулаки так и откуда ты приехал ты должен воткнуться вот это ну тут надо сказать тут на тыркале на тыркале очень много но если вот ты посмотришь на карту Калифорнии ну естественно тут совсем не велики с ней есть коста много ну я думаю что много поскольку она висит и не чистится никогда я подозреваю что народ просто ты же где есть свободное место да а вот если ты например а это Калифорния если ты например повернешься сюда и покажешь карту России например да то можно будет подумать что со всех этих островов вот вот отсюда вот народ сюда приезжает это не совсем правда из этих мест никто не приезжает из Шпицбергена много да вот с этих вот мест тут как бы людей вообще нет Африка Китай у нас хорошо представлен а вот Китай представлен Европа представлена и все так из Казахстана есть народ да Европа вся и кто не проверяет кто куда что воткнул нет некоторые вообще втыкают прямо в середину ну вот смотри из Латинской Америки народ как-то не чувствует не чувствует да да ну пойдем на пляж посмотрим на воздухе чтобы посидеть кто хочет посидеть на воздухе да сидеть здесь здесь неприятность первая в том что здесь есть конкуренция так вот она летает конкуренция птички птички и она пикирует на твою рыбку да потому что чайки очень любят рыбку да и чайки эту за рыбку готовы тебе не успеешь отвернуться у тебя твой кусок рыбы у нас тут одну блогершу известную прям чуть в глаз не клюнули без всякой рыбы просто по злобе так вот это кусочек маленький вот так выглядит все это хозяйство с бережку я бы сказал по убогости можно было бы там мне было бы очень много да посидеть пару слов о колоколе это школа это мексикан Сервеса с томатом, 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 томатом. Это бир в него. И, знаешь, сладкий, сладкий бир. Добро пожаловать. Добро пожаловать на следующий день. Хорошо. Хорошо для похмела, вот говорит человек. Подожди, подожди. Лина нам расскажет, что это у нее на тарелке. Это артишоп. Ну, а что ж ты отрывать будешь по лепесточку? Да, это его нарушают. А это у тебя капуста. И обсасывать его с кончиком. Это шримпы. А, это шримпы, ломари и рыба. Шримпа, по-моему, это креветки по-русски. Так, у Виктора что? Это называется по-русски омары. Как омары? Кто из них пальцем на него показать? Вот это вот все внутри. Внаружи это булка, а внутри это то, что по-английски лобстер, а по-русски омары называется. По-эзии есть. Но это действительно хочет высокого? Или это по-тихе вы тут выпендриваетесь? Нет, я за ними даже ездил. У меня было, когда есть в Санни-Вейле, есть вот такой свойственный городок, там есть такие грузовичок приезжает и приводит вот эту штуку. И народ выстраивается, собирает. Это очень вкусно. Друзья, если будет возможность покушать омаров, вот, смотрите как, Виктор рекомендует. Я правильно понимаю? Мне не нравится, что на пенсию нужно очень поздно выходить. И, конечно, многие из тех, кого мы знаем из нашего украшения, позволяют себе уйти раньше на пенсию. Это хорошо. Это как бы счастливые люди, которые повезут, которые уже себя обеспечили, в общем-то, достаточно благосостояние, так что они могут себе позволить уйти на пенсию раньше. Но, если люди, в общем-то, такой удачи у них не было, они не смогли себе накопить достаточно денег, то приходится работать до 67 лет. А вот, например, у меня... Вместо 55. Вместо 55 женщин в России. Да. И, причем, зависит, конечно, еще где ты работаешь. Например, в такой хай-тек сферах, где мы работаем, у нас таких старых людей просто нет в офисах. Да. Вот посмотрите, кто у нас. Я вообще самая старая у себя, не только в группе, мне кажется, на этаже. Вот я хожу вот так иногда и смотрю, а кто вокруг сидит. У нас есть люди 65 лет. Ну, может быть, единички, но в принципе... Тут есть другая сторона. С одной стороны, ты работаешь до 67 лет, с другой стороны, никто тебя не выгонит на пенсию. Вот я хотел бы работать лет до 70, и я рад тому, что меня не отправят на пенсию, когда я достигну возраст. У тебя своя компания. Особенно, когда внуки появляются. То, что вы видите, вот сейчас увидите передо мной, это супчик Clam Chowder. Мы всегда берем Clam Chowder. Я лично беру всегда Clam Chowder. Я очень люблю его. И вот то, что вы видите, это называется Medium. Потому что можно было взять ЦАП, это было бы меньше. А это просто тарелочка супа, называется Medium. Давайте я сейчас попробую. Попробую. Как хорошо. Как хорошо. Хорошо. Прекращаем съемку. Смотря на то, что вы наблюдаете, то, что Светлане принесли. Совершенно не то, что наказывали. Ну ты что? Да. Вот еще один из недостатков. Расслабленность. Расслабленность. Объясни мне. Ну все-таки они щевые хотят, должны собраться. Это эскалопы, друзья. Эскалопы. Это капустка. Грибешки по-русскому. Грибешки. А это в бумажку завернутые такие мексиканские блинчики. А можно, конечно, или картошку. А Света говорила, что ей вместо этих блинчиков дали. Картошечки жареные. Вот такой. Понимаете? А ей принесли какой-то блинчик. Ну, а это, друзья, мне принесли. Это тоже слева видите капусту. Капусту. Ну, всякие-то помазки. Вот одну там беленькую и красненькую. Вы видите жареную картошечку. Все это называется fish and chips. Общее название. То есть рыбка с картошечкой. Но в данном случае это называется fish and chips. Calibat. То есть палтус. Рыбка Calibat. Это по-простому палтус. Хотя вот Света вам скажет, наверное, что палтус советские, например, и местные. Они как-то отличаются. Это есть? Не то слово. Не то слово. Ну, а у нас, друзья, вот оно тут. Ну, будем кушать. Вот я, ну и что хочу сказать. Помоляюсь, так сказать, приступаем. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok